Так вот, то, чем я занимаюсь, это значительная степень этнография. То есть работаю я, конечно, в основном с текстами, поскольку меня интересует в большей степени, ну, по крайней мере, до недавнего времени интересовала в основном официальный дискурс, официальная позиция России. Тем не менее, все равно для интерпретации текстов необходим какой-то опыт в стране. То есть ты должен понимать, какие смыслы вкладывают люди, когда они используют те или иные слова. Так вот, в этом смысле как раз я Россию знаю не только со стороны ее столичных ипостасей, и со стороны ее парадного фасада, но и из глубинки тоже жил долго, у меня остались там связи. Ну вот, а в Тарту я уже 6 лет уехал туда в 2010 году, поскольку просто получил хорошие предложения. И, в общем, нисколько не жалею, потому что это хороший университет и приятное место во всех отношениях. Хотя, конечно, несколько провинциально, и Москва, в этом смысле, мягко говоря, гораздо жилее. Здесь больше всего происходит. Но, тем не менее, вот, поэтому ни в коем случае не эстонский взгляд, конечно, это взгляд такой, в каком-то смысле, ну, я надеюсь, что в определенной, в достаточной степени объективен, но в то же время, конечно, это взгляд, в том числе, изнутри России. И особенно то, чем я надеюсь закончить, то есть, в определенной смысле представить свою формативную политическую позицию. Это, конечно, будет позиция, скорее, россиянина, хотя, в том числе, с другой стороны, и позиция космополитическая. Вот. Да, и то, о чем я буду говорить, в значительной степени опирается на мою последнюю книжку. Вот Сона упомянула книгу «Россия и другие», которая в НЛО вышла в 2009 году. Это был, собственно, такой итог работы как раз на российском, ну, итог изучения российского дискурсивного пространства, от того, что происходит в российской политической мысли, внешнеполитической мысли. Вот. А потом, после того, как эта книга вышла, я понял, что... В какой-то момент понял, что мне стало неинтересно читать российские тексты политические, да, но вот ничего нового у них нет. Все вроде бы уже было, обо всем я уже писал. Я уверен, что другие люди, которые читают эти тексты, вполне способны увидеть там что-то другое по сравнению с тем, что я там увидел, безусловно. И опять-таки, вот этнография в данном смысле, это вещь такая достаточно тонкая, потому что ты оказываешься инструментом своего собственного исследования, ты как человек, который занимается... Который использует этнографический метод, неважно, чем ты занимаешься, фольклером или внешней политикой. Если ты используешь этнографический метод, то ты, естественно, являешься инструментом своим собственным. Ты наблюдаешь и оцениваешь происходящее. И этот инструмент, естественно, стачивается постепенно. И ты начинаешь видеть одно и то же. Так вот, я понял, что мне тоже стало немножко неинтересно, и решил как-то расширить поле своих исследований. И в этом смысле мне стала интересна сравнительная проблематика, в частности, дискурсы о демократии, которые в разных странах полупериферийно, скажем так, существуют. И мы сделали книжку с коллегами из сборник такой, ну, скорее коллективную монографию даже, о различных пониманиях демократии в разных странах мира. Она вышла по английски вложить в 2013 году. Естественно, там «Суверенная демократия» представлена от России, но и другие подобные проекты из других стран. Ну и, соответственно, мне в какой-то момент стало интересно, вот в связи с этими исследованиями демократических дискурсов, и стала интересна также и постколониальная проблематика. И последняя моя книга, которая вышла в Палгреве в прошлом году, год назад примерно, она называется «Russia's Postcolonial Identity as a Bolton Empire in a Eurocentric World». «Российская постколониальная идентичность. Империя с оболтерн в евроцентричном мире». Так вот, она как раз пытается свести вместе несколько различных перспектив, несколько различных способов, несколько различных взглядов на Россию. С одной стороны, это мой любимый конструктивизм, которым я занимался довольно долго. То есть исследование российской идентичности, попытки как-то картировать идеологическое пространство, понять, о чем люди говорят, почему они это говорят, как они понимают, что такое Россия, каково место Россия в Европе и так далее. С другой стороны, это более общая перспектива, которая связана с английской школой международных отношений, с попытками посмотреть на различные структуры международного общества, какие иерархии существуют в международной системе, как структурировано международное общество. Здесь есть довольно интересные работы, в том числе, кстати говоря, и турецких авторов, хорошего друга Ишеза Раколь, который этим занимается уже много лет. У нее есть книжка, где сравнивают ситуации России и Японии с точки зрения их международной роли и международного поведения. И, соответственно, есть постколониальный взгляд, который в последнее время стало модно применять к постсоветскому пространству. И здесь, конечно, безусловно, первой на ум приходит работа Александра Эдкинда, первой МИ, потому что их много, но главным образом, конечно, был в первой на ум культурной организации. Но, кроме этого, есть довольно большая уже литература, за последние где-то 15 лет появившаяся, о том, как постколониальная теория может помочь нам понять процессы, происходящие по советскому пространству. Об Эдкинде я буду много сегодня говорить о его теориях, но с остальной постколониальной литературой есть одна проблема. Обычно она смотрит на Россию как на империю, на имперский центр, а дальше изучает, что происходило на периферии. Как вот эти периферийные процессы, как эта колонизация, какие ее особенности, как она происходила. Грубо говоря, все равно, как Россия колонизировала свою собственную периферию и как эта периферия страдала под российскими гнетерами. Мне это не совсем нравилось, потому что я понимал уже к тому времени, что Россия тоже в каком-то смысле является страной периферийной. И вот как раз в книге представлена попытка как-то интегрировать эти перспективы и показать, что на самом деле ни одна из них не может исчерпать всей глубины проблематики, которые... всей глубины проблем, с которыми Россия сталкивается в связи с своим положением в международной системе. Об этом взгляде я еще более подробно скажу сегодня. Но, в общем, короче говоря, я просто хочу сказать, что моя позиция в данном случае, во всяком случае, я надеюсь на это, что она не принадлежит целиком и полностью ни к одной из этих традиций. Я вижу свою задачу как раз в том, чтобы различные традиции между собой столкнуть львами и потом посмотреть, что получится. На мой взгляд, получается довольно интересно. И, собственно говоря, то, на чем я сегодня хочу сосредоточить свое внимание, это российский дискурс, российская публичная сфера, российская интеллектуальная среда, и то, как мы с вами, россияне, опять-таки видим роль своей страны, какие существуют позиции по этому поводу, и какие существуют тупики, которых мы оказываемся. Ну, собственно говоря, тупик, на мой взгляд, один, это тупик евроцентризма. Я считаю, что в целом российская политика глубоко евроцентрична. Кому-то, может быть, нравится европоцентричнее, я предпочитаю более короткий вариант. Причем, конечно, евроцентричным является западничество. Это, собственно, по определению понятно. Но, как, собственно, я показывал уже в книге, я сегодня на этом еще остановлюсь. И консервативный поворот, который произошел где-то примерно в 2012-2013 годах, все вот эти разговоры о духовных крепах и так далее, это тоже глубоко евроцентричный подход, это глубоко евроцентричный взгляд на Россию. На самом деле, отлучение от Европы очень остро переживают все, и западники, и наследники славянофилов, и тут даже не вопрос в том, насколько реально это отлучение от Европы. Действительно, мы как-то изолировали, мы изолировались или нас изолировали, но вот на данном этапе нашей истории мы переживаем это ощущение, что да, мы выпали из Европы. Это переживается очень остро, и это приводит к попыткам заявить о своей независимости, об опоре на традиционные ценности, о том, что в России свой путь, и вообще не Европе нас учить, и вообще на самом деле Европа давно деградировала и так далее. Так вот, я говорю, что на самом деле это все пустой разговор, никакой основы для отрыва от Европы не существует. На практике эта попытка провалилась, и, по-моему, это уже становится очевидно, даже тем, кто ее начинал. И причина этого провала, это не просто стечение обстоятельств, а это на самом деле, у него не было шансов самого начала, потому что он с самого начала был задуман как поворот евроцентричный. Я объясню, что я под этим имею в виду чуть позже, пока я просто представляю. Дальше, дискурсивная форма, в которой вот этот консервативный поворот, который этот консервативный поворот принял, на самом деле очень типична для постколониальных обществ. Это дискурсивная форма, в которой существует фигура туземца, крестьянина, можно сказать, аборигена, как угодно, который так или иначе противостоит глобальному капитализму. Вот есть туземец, который обладает неким тайным, совсем тайным знанием, ближестью к природе, к земле и так далее, к корням, это знание доступно всем, но не все хотят им воспользоваться. И туземец противостоит глобальному капитализму, западу, там, кого-то. Это, повторяю, форма абсолютно универсальная. Она существует везде, в Турции, в Латинской Америке, я уверен, что и в Африке она тоже есть, и в Китае, хотя я эти случаи не знаю, и вообще, честно говоря, вся эта компаративистика, с одной стороны, она мне очень интересна, но, с другой стороны, я, конечно, русист и знаю сравнительный контекст, в основном, благодаря моим горячо любимым коллегам и соавторам, с которыми я пытаюсь вот эти все вещи как-то выносить на свет Божий. Значит, соответственно, уже в этом смысле есть резон посмотреть на Россию как на постколониальную страну. Если завести более серьезный разговор о том, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что Россия постколониальная страна, то, опять-таки, естественно, первым делом возникает теория Эткинда и идея внутренней колонизации. То есть, это такой образ империи, которая осваивает свое внутреннее пространство, которая географически является ядром, а социально-политически, экономически является периферией, культурно является периферией. Значит, соответственно, это особый тип империи, но это все-таки империя, которая занимается колонизацией внутреннего пространства. Вот за эту идею внутреннего, как вы, может быть, знаете, Эткинда очень сильно критикуют, особенно коллеги из Центральной и Восточной Европы, поскольку, естественно, для украинцев, для поляков это не такая и внутренняя колонизация, а вовсе даже внешняя. Но я-то как раз считаю, что не было внутренней колонизации, была внешняя колонизация, но при этом Россия как раз и была империей субалтерном, то есть, она с одной стороны колонизировала свою периферию, но она колонизировала ее не как абсолютно самостоятельный центр империи, а как агент глобального капиталистического выбора. То есть, в этом смысле, Россия уколонизировала Запад, но через посредство самого российского государства. И вот это я повторюсь сегодня показать. И в данном случае, парадигма, которая помогает мне это понять и интерпретировать, это парадигма граммшианская, связанная с идеями мирномерного и комбинированного развития, uneven and combined development, ну и, конечно, идея субалтерна и так далее, это все граммшианская традиция, идея гегемонии. Это я тоже попытаюсь раскрыть. Дальше, мой следующий тезис состоит в том, что никакого туземца на самом деле нет как социологической категории, его советская модернизация уничтожила полностью или почти полностью, во всяком случае, как социологическая данность, он больше не существует. Есть ли он где-то еще, это большой вопрос. На самом деле, я пока его не нашел. Ни в Латинской Америке, ни в Китае, ни в Турции. Это все такие дискуссивные конструкции. Но, может быть, я не прав. Тут я не стану утверждать, что, опять-таки, поскольку я не являюсь специалистом по всем этим регионам, я могу сказать. И, наконец, последний тезис, наиболее такой нормативный, наиболее откровенно политический, это то, что на самом деле все большинство, подавляющее большинство российских интеллектуалов сегодня, как и в 19 веке, заняты поиском этого самого туземца. поиском и поигнанием, наоборот, всяческим, так сказать, привлечением и попытками его поставить в центр политической сцены. Это, на мой взгляд, как раз и есть тот тупик, в котором мы все оказались давно, еще в 19 веке, и из которого до сих пор не можем выйти. Это тупик, потому что этот поиск, в общем, не только бесцелен, но и губителен, в каком-то смысле, для политического действия как такового. То есть, собственно, российская национальная повестка дня остается несформулирована в результате того, что мы все зациклены на туземце и, соответственно, на Западе, который является, собственно говоря, главным другим. Еще раз повторяю, что я ни в коем случае не претендую на абсолютную новизну большей части того, что я скажу. Это все присутствует в текстах других авторов. Помимо этого, это еще, конечно, Кагарлицкий, это уже упомянутые мои тексты в международных отношениях, в международной политической экономии и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что какие-то новые идеи все-таки от такого сопоставления этих разных парадигм возникают. Это, собственно, было введение. А теперь давайте по порядку. Я думаю, что начать нужно, конечно, с того, что все знают, а именно со спора западников и славянофилов в 19-м веке. Ну, я не буду сейчас о них рассказывать. И большинству, конечно, тоже известно, что на самом деле были не только западники и славянофилы, а было три позиции основных, что было еще государство. Ну, самая известная формулировка, это, конечно, Уваровская триада, самодержавие, православие, народность. Ну, а на самом деле, собственно, многие, это давно в литературе известно, но почему-то в учебниках как-то на этом не заостряют внимание. И об этом писали очень многие авторы, начиная с Рязановского и так далее. Так вот, государство с официальной народностью, оно как раз занимало по большей части охранительную позицию, хотя эта позиция с течением времени менялась, эволюционировала и так далее. Интересно задуматься, о чем этот спор. Я сейчас предложу свою трактовку, которая тоже не на 100% нова, но я думаю, что какие-то, может быть, даже провокационные вещи все-таки прозвучат. Здесь нужно уйти еще дальше в историю и сказать, что капитализм, который зародился, естественно, в Европе, это первый подлинно глобальный тип организации общества. Капитализм основан на идее необходимости постоянной экспансии. Капитализм расширяется все время. Он расширяется географически, он расширяется технологически, что очень важно. Постоянно появляются новые технологии, новые способы преобразования природы, преобразования общества, перестройки деятельности людей, перестройки труда и так далее. И в сферу капиталистических отношений постоянно вовлекаются новые элементы общественной жизни. Причем иногда даже такие элементы, о которых еще сто лет назад люди просто не подозревают. То есть коммерциализируется все постепенно и вовлекается в сферу капиталистических отношений. Но здесь главное даже не что конкретно вовлекается, а то, что капитализм экспансивен. И он экспансивен, в том числе, конечно, географически. Собственно, форма капиталистическая появилась, как принято считать, в 16 веке в Англии, хотя предпосылки этого существовали и чуть раньше. Ядро, в любом случае, это Англия и Нидерланды. А затем капитализм распространяется в Шире. Но он распространяется неравномерно. И здесь как раз включаются механизмы неравномерного и комбинированного развития, о которых писали многие, включая Троцкого, Покровского и других наших соотечественников. Так вот, получается, что страны, которые вступают на путь капиталистического развития позже, страны, которые вовлекаются в капиталистическую систему как периферийные страны, как страны с точки зрения капиталистической системы координат отсталые, эти страны развиваются не так, как ядро. Они развиваются по модели комбинированного развития. У них существует сочетание продакциальных и зачастую разных укладов. Это тоже, в общем, довольно известная тема, в частности, многоукладная экономика и так далее. Россия, опять-таки, встает на путь капиталистического развития, по сути, в XIX веке, но вовлечена она в систему капиталистическую мировую, конечно, уже гораздо раньше. И об этом как раз очень хорошо писал Кагарлицкий, отчасти пересказывая Троцкого Покровского. То есть, по сути, Россия оказывается в капиталистическом мире с самого начала, с начала XVI века. Здесь такой ключевой момент, когда именно в этот период глобальная торговля бесповоротно перестраивается и становится океанской. То есть, она переходит в открытое море, и внутренние торговые пути, речные, в частности, теряют былое значение. Соответственно, Россия теряет свою позицию такой политической силы, которая контролировала вот эти самые торговые пути, запад, восток, север, юг. То, что было в России тогда, в тот момент. То есть, Московия, соответственно. Это контроль теряет значение, и ниша, которая России остается, и которую она с большим, мы не знаем, с удовольствием, но тем не менее охотно и активно занимает, это ниша поставщика сырья. В особенности, конечно, мехов. И об этом как раз очень подробно пишет Эдкинд в книге своей. О том, как пушная торговля, пушной промысел, собственно, формирует внутреннее российское пространство, как складывается структура управления, как вот этот контроль над ресурсами, которые постоянно уходят все дальше и дальше, он создает как раз эту имперскую систему института, контроль, кормление, попытки, соответственно, наладить отношения с местным населением, которые, естественно, разные, разные обычаи, разные нравы, то есть имперское развитие России очень сильно, очень тесно связано с пушной торговлей. Но что еще важно подчеркнуть, конечно, в этой связи, то, что у Эдкинда, на мой взгляд, как раз в достаточной степени не подчеркнуто, это то, что когда Россия встраивается в мировую систему, она встраивается в качестве периферийной империи, в качестве поставщика ресурсов. То есть российское государство – это такая политическая единица, которая, по сути, обеспечивает контроль и поставку ресурсов в страны капиталистического ядра. Это ее основная функция в мировой капиталистической, складывающейся мировой капиталистической системе. Причем здесь уже возникает вопрос, естественно, рентного хозяйства и рентной экономики, и, соответственно, но самое главное, что, опять-таки, система институтов, она выстраивается именно под этой контроль над территориями, над ресурсами, над людьми, которые эти ресурсы добывают, обеспечение безопасности транспортных путей, ну и какое-то взаимодействие с лишним миром. Второй важный момент, который при этом определяет российскую специфику, хотя и не уникальность, еще раз подчеркиваю, это то, что российские элиты европеизируются. Причем европеизируются практически 100%. И радикально. Когда это происходит, не так важно. Я тут недавно обнаружил, читая со студентами и разбирая статью Сергея Борисовича Лаврова, что мы с ним ходили в одну и ту же советскую школу, потому что вот эти вот рассказы про династические браки в Киевской Руси, про то, что Киевская Русь была европейским государством, потому что она была включена в системных анархических отношениях, династических браков и так далее. Это то, что все мы учили в школе, то, с чего начинается школьные учебники политической истории России. Подчеркивается вот эта европейскость России. Причем с самого раннего этапа уже, с самого начала с Киевской Руси. Это, конечно, тема спорная. И вообще, преемственность между Киевской Русью и Московией, как известно, тоже вопрос спорный. Но ясно, что, по крайней мере, после Петра 18-й век это век радикальной европеизации российских элит. То есть появляются те самые бритые люди. То есть, опять-таки появляются европейцы, которые, собственно, вот эту периферию колонизировали. Для Эдкинга самое важное здесь то, что эта европеизация элит ведет к возникновению культурного разрыва в географическом ядре империи. То есть получается, что есть практически полностью европеизированная знать, говорящая, как правило, по-французски в качестве основного языка, русский в лучшем случае является дополнением. И, с другой стороны, есть христианство, которое неграмотно, которое, в общем, подзебает в темноте, и без образования. И, собственно говоря, возникает вот эта модель внутренней колонизации. Когда свои же русские европейцы начинают этих крестьян просвещать, отчасти их европеизировать, отчасти их держать в узде, потому что они, естественно, склонны к гунту, как и всякие. То есть, главная задача, в любом случае, это обеспечение порядка, ну и, по возможности, еще просвещение народное. На самом деле, как мне кажется, другой ключевой момент, который как раз можно увидеть, только если смотреть на это с точки зрения международных отношений, как дисциплины и теории международных отношений, в частности, и истории международных отношений. Так вот, второй ключевой момент состоит в том, что у элит возникает стремление быть признанными в Европе. Ну, они же европейцы, они же говорят на языках, они, в общем-то, путешествуют без проблем, они живут более-менее европейской жизнью, но им, конечно, хочется, чтобы их государство было признано в Европе тоже. И на самом деле, после Северной войны, кажется, что Россия вошла в круг европейских великих держав, и это не пустой звук. Потому что европейская международная система, или, скажем, глобальная евроцентричная международная система 18-го века, еще 17-го, и даже до определенной степени 19-го, это система равновесия сил, это система, особенно к 19-му веку, складывающегося уже концерта великих держав. Ну, или то, что по-английски называется great power management. Это на русский буквально не перевести, но можно использовать, наверное, выражение концерт великих держав. Пиком для России в этом смысле является, конечно, венская система. 1815-й год, победа над Наполеоном, Священный союз. Россия считает себя решительностью судеб Европы и, естественно, мира, потому что мир евроцентричен. То есть Россия на пике влияния, как кажется, Россия европейская держава, Россия включена в Европу, и никакого никаких проблем с этим не возникает. А затем Крымская катастрофа. 56-й год, поражение в Крымской войне, которое было одним из самых травматичных событий в российской истории. Я бы даже сказал, что, может быть, даже самым травматичным, по крайней мере, с точки зрения долгосрочных последствий. Хотя со Второй мировой, наверное, сравнивать не совсем корректно. Травматичность состояла в том, что на первый план после Крыма выходит вот это ощущение обиды, что мы же были европейцами, мы участвовали наравне с другими в решении европейских проблем. У нас были законные легитимные интересы, мы выступали за сохранение легитимного международного порядка, который предусматривал также, естественно, сохранение определенных внутренних институтов и так далее. Нас вот так вот побили, против нас все ополчились, да еще и с турками вместе, вообще кашлы. То есть, здесь возникает, по большому счету, вот отсюда Данилевский, Россия и Европа с этим жутким чувством обиды, отсюда Достоевский в значительной степени, в его политической части, идеологической части. И, на самом деле, мы это не изжили до сих пор. Эта травма до сих пор с нами. Мы до сих пор таим обиду на Европу, и не упускаем ни одного случая, чтобы обидеться еще раз, и это уже не всегда. Что случилось, как мне кажется, и в этом случае, опять-таки, это не моя история, это история, которую рассказывает Ивер Нойман в своей, к сожалению, не очень известной статье, потому что известны его книжки, она не даже переведена на русский, использована на другого. А вот статья 2008 года не очень известна. Она такая фокалдианская статья. Так вот, помимо концерта великих держав, пишет Нойман, в котором Россия участвовала как полноправный поначалу парнер, в 17-18 веках в Европе формируется идея того, что изначально называется полицейским государством. Но на самом деле это то, что Фуко называет словом governmentality. Опять-таки переводится на русский. Я вот сегодня специально все это куглил долго. Нашел массу вариантов. Управляемость, правительственность, властоментальность. Управленчество, на мой взгляд, все варианты плохие. Я бы, кстати говоря, вообще использовал бы полицейское государство как перевод. Но, естественно, с поправкой, что это не то, которое у нас вышло, а которое в Европе. Ужасный вообще, жуткий ориентализм, то, что я сейчас говорю. Ну, собственно говоря, аргумент, конечно, евроцентричный, но тем не менее. Так вот, происходит это все... Вообще слово полиция, естественно, происходит от слова polis греческого. И затем из Бургундии, через Бургундию заимствуются немцами, отсюда полицай. И изначально, до того, как это стало означать просто правоохранительное... Один из... одной из векей правоохранительных органов, это слово предполагало некую систему управления, которое распространяется не только, собственно, на функции суверенной власти. Ну, то есть, условно говоря, война-мир, уголовное право и так далее. А система, в которую постепенно вовлекается все общество. То есть, это система управления обществом в целом. Это система заботы о населении. И даже у каждом отдельном индивиде. Отсюда, соответственно, идет и биополитика у Фуко дальше, как особая форма либерального порядка политического и административного. И так далее. Вот. То есть, государство не просто обеспечивает безопасность в узком смысле слова. А государство занимается тем, что оно заботится о процветании, об экономике, о предпринимательстве, обеспечивает гражданам, подданным, возможность продуктивно трудиться и как бы развиваться. Образовательная система, здравоохранение, ну и так далее. Причем постепенно в Европе, особенно в 19 веке, это трансформируется в идею непрямого управления. То есть, государство делегирует функцию управления тому, что мы сейчас называем гражданским обществом. Ну, собственно, тогда этот термин уже как раз и возникает. Егель, а изнательным. Через Маркса и другими путями. Тут еще важный момент состоит в том, что, в принципе, вот такая система полицейского государства, то есть, гражданин, предполагалось, что все государства, она должна быть повсюду в Европе. То есть, если где-то возникает дыра, если где-то возникает прореха в этом порядке, то, как мы бы сейчас сказали, существует риск распространения нестабильности на другие регионы. Потому что, если где-то непорядок, где-то плохое управление, то это чревато последствиями российских систем. Вот. И, как констатирует Нойман, у России не было достаточно ресурсов, чтобы выстроить такую систему. Россия, честно, пыталась, но не очень получилась. При Екатерине особенно пыталась. То есть, возникло как раз то, что мы называем полицейским государством. Такая жесткая, административная, бюрократизированная, коррумпированная система, которая, опять-таки... Да, ну, короче говоря, вот это коррумпированная система, которая в результате чего Россию как раз и перестали признавать великой державой. То есть, Россия теряет свое признание в качестве великой державы на протяжении 19-го века именно потому, что ее внутренние институты не соответствуют вот этому вновь появившемуся европейскому стандарту. Понимали это руководители России тогдашней или нет? Скорее всего, не очень. И, в общем-то, это не то чтобы сознательное исключение России, но ориентализация России как раз в 19 веке становится абсолютно очевидным фактом. Когда европейцы смотрят на Россию, они видят чужого. Да, элиты вроде бы европейзированы, а страна в целом чужая. Это у Кристина, конечно, очень хорошо. И вообще во многих произведениях тогдашних, где так или иначе Россия появляется. То есть, здесь очень важный вывод в чем состоит, который Нойман, на мой взгляд, не до конца проговаривает. И вот тут как раз я уже добавляю кое-что от себя. Россия не просто конструируется как другой в европейском дискурсе. Безусловно, да. Существует вот это отчуждение России и его исключение из Европы. Оно, безусловно, существует и существовало на протяжении всей новой истории. Но здесь помимо просто идеологического конструирования России как другого, существует и материальное, структурное различие. Которое существует на уровне институтов, на уровне практик управления, на уровне отношений между государствами и государственными подлинами и так далее. Как раз важно опять вернуться к тому, с чего мы начали, то есть с капитализма, глобальному капитализму и теории неравномерного и комбинированного развития. И просто переосмыслить вот эту инаковость России как раз с этих позиций. И тогда мы видим очень простой факт, что на самом деле в России выстроена система колониального управления, для которой главная цель и главный источник средств к существованию это контроль над ресурсами. Даже если возникает в какие-то моменты у правителей добрая воля к тому, чтобы построить полицейское государство европейского типа, то в конечном итоге, на уровне имплементации, на уровне исполнения монарших повелений, всегда в конечном итоге оказывается проще и эффективнее построить управление по принципу кормления, с использованием разного рода коррумпированных практик, коррупции как таковой, и система, которая распределяет ренту просто-напросто. И вот рента здесь, конечно, ключевое слово. Ее наличие в таких масштабах создает мощнейшую альтернативу европейскому полицейскому государству. Потому что европейское полицейское государство, еще раз, оно поощряет трудолюбие, подданное, оно стремится к тому, что развивались ремесла, промышленность и так далее. А рентному государству это не нужно, потому что есть рента, и можно ее распределять. И это всегда проще, это всегда дешевле, это всегда эффективнее. И, соответственно, получается, что все либеральные преобразования об этом потыкаются и получается, как всегда. Причем, конечно, важно и то, что рента формирует российское государство изначально. Сначала с меховой торговлей. Это не так, как в Норвегии, когда открыли нефть и уже при существующем, правда, бедном либеральном государстве стали привившуюся ренту перераспределять. А тут рента была с самого начала. Значит, соответственно, с самого начала государственные институты и общество в целом структурировалось именно в такой модели. Какой итог? Россия встроена в мир, в мировую систему террористическую, в качестве империи Суббалтона. То есть она, с одной стороны, сильное суверенное государство, но при этом, и я это сознательно говорю в таком провокационном ключе, она является колонией Запада. Ее задача – это обеспечение притока ресурсов. Сначала это мех, потом пенька, воск, клён, дальше с конца XVIII века это зерно, и уже в XX веке, середина XX века только на самом деле это нефть и газ. Под это выстроена вся система управления, управляет колониальная элита, то есть европейзированное дворянство, и существуют, конечно, сугубо колониальные различия, о которых опять-таки Эткен так блестяще пишет. Но здесь очень важно, что вот эта колониальная дистанция культурная, она существует как бы в двух ипостасях. С одной стороны, есть дистанция между элитами и массами, между дворянством и нарождающимся интеллектуальным классом уже в XIX веке, и массой крестьян, и разного рода других низших сословий. С другой стороны, существует разница между европейской моделью и российскими институтами управления, институтами и практиками, которая опять-таки видна невооруженным глазом. Каждый, кто путешествует из России в Европу или в обратном направлении, видит эту разницу, видит ее сегодня, то есть в этом смысле мало что изменится. При этом, конечно, эти два аспекта колониального различия, они пересекаются друг с другом, потому что, естественно, присутствие вот этой большой массы необразованного населения, оно влияет и на восприятие европейцами России. Они считают, что на самом деле Россия так плохо управляется, потому что ее элиты европейзированы только поверхностями. А на самом деле они все те же мужики, которые освоили, может быть, французский язык, но остались мужиками в глубине души. То есть, соответственно, возникает ориентализация России, и она усиливается в таком вот общеевропейском дискуссии. И Россия, конечно, как мы знаем из работ того же Ноймана и других авторов, играет важнейшую роль наряду с Восточным Востоком. Россия играет важнейшую роль в выстраивании, собственно, европейской идентичности. Ну и, собственно, об этом и Ларри Вулф писал еще в свое время, о роли Восточной Европы как другого для формирования самой идеи Европы как таковой. Вот. То есть, говоря словами Сергея Прозорова, который в этом случае использует, как ни странно, теорию множеств и философию Аллена Бадью, основанную на этой теории. Россия принадлежит Европе, но не включена в нее. Россия принадлежит Европе, но не представлена, не репрезентирована. То есть, нет голоса, нет представительства, нет полноправного представительства. Вроде бы она европейская страна, а с другой стороны у нее нет полноправного права голоса в европейском концерте. Ну и к тому же, еще народ постоянно ведет антиколониальные войны против своего собственного государства, против чужеродного господства, против бар и так далее. Вот. То есть, такая типичная, достаточно колониальная ситуация. Вот. То есть, получается, что с одной стороны мы имеем дело с системой рентного хозяйствования, которое воспроизводит вот эту систему, соответствующую систему управления. Система управления отражается в идентичности, и возникает такая обратная связь, когда любые реформы, они в конечном итоге сваливаются в такой штопор. А дальше, уже в первой половине 19 века появляется публичное пространство. И, естественно, когда появившееся российское образованное сословие, вот это вот изначально дворянское, потом уже разночинное, начинает обсуждать то, что происходит в странице. Они, естественно, структура этого дискурса определяется положением страны в мировой капиталистической системе. Все российские элиты уже тогда, все грамотные люди, естественно, европеизированы в очень значительной степени. Наверное, есть какие-то исключения там на периферии. Но в целом, конечно, российское образованное сословие – это люди, получившие европейское образование в целом. То есть, они как раз принадлежат к Европе и даже, наверное, включены в нее, как индивиды. Значит, соответственно, они пытаются понять, а в чем дело, почему мы такие, как все, почему в России все по-другому. Ну и у западников, естественно, в данном случае самая простая позиция – Россия отстала. Нужно просто догнать Европу, нужно провести реформы, нужно сделать Россию и Швейцарию, условно говоря. К сожалению, это не получается, потому что, как я уже сказал, административные реформы проваливаются, рента все подминает под себя, перестраивает под себя. Европейские институты не приживаются в России, потому что они не предназначены для таких тяжелых условий. С другой стороны, чуть-чуть, чуть-чуть там вроде где-то приоткрыли, подразморозили, начинается бунт. Ну или, по крайней мере, есть такая идея, что начнется бунт. Бунты случаются, Пугачевщина и так далее. В этом смысле, конечно, Екатерининское царствование – самый ключевой момент, ключевая эпоха, потому что, с одной стороны, есть манифест о вольности дворянства, но это еще первый, третий, но Екатеринин подтверждает потом реформы, административные реформы и так далее. А с другой стороны, Пугачевщина, и как результат, окончательное скрепощение крестьянства, то есть, вот это разделение на свободные элиты европеизированные и массовые. То есть, к моменту, что касается роли государства, то к моменту появления Уваровской триады, государство уже осознает себя единственным европейцем, говоря славянам. И видит свою задачу в первую очередь, и в самую-самую главную очередь, в том, чтобы обеспечивать порядок. Потому что стоит разморозить, и опять пойдет. Опять начнется, опять будут 90-е годы. Во вторую очередь, конечно, просвещение, но только во вторую очередь. Потому что, да, просвещение ведет, конечно, к смягчению правов, но это в очень долгосрочной перспективе. А как мы знаем от Кейнса, в долгосрочной перспективе мы все мертвы. В XIX веке российские монархи с Кейнсом, конечно, не были знакомы, но, я думаю, что уже представляли, что ровнуть все может очень быстро. Кстати говоря, вот то, что задача просвещения была подчинена задаче сохранения порядка, это как раз и объясняет крайний консерватизм на то, что народ просвещают так потихоньку, по большей части церкви, и реформа лишь только в третью очередь. Если уже вроде бы сложились все обстоятельства, или наоборот прижало так, что уже деваться некуда, тогда будем реформировать. То есть, опять-таки, в данном случае все в полном соответствии с местом России в мире системы. Кстати говоря, наверное, здесь нужно сделать небольшое выступление, когда я говорю, что ренты подминают под себя все попытки реформировать систему, в том, что структура, она действует так и так, то, конечно, я не приписываю никакой субъектности этим структурным факторам. Понятно, что действуют люди, конечно, в итоге, но действуют они в обстоятельствах, в которых они живут в результате. Получается так, что они становятся агентами структуры, даже сами этого не создают. Ну вот, ну и, наконец, логические последние, я не знаю, как это хронологически, тут надо смотреть, я не настолько хорошо знаю, скажем так, вот эту интеллектуальную историю. Но, во всяком случае, логически, последней появляется, конечно, славянофильская позиция, которая видит, что реформировать не получается. В то же время видит, что государство, ну, государство ведь славянофилам было глубоко и не симпатично. Они были тоже демократами, на самом деле, они были против авторитаризма, там, и автократии, точнее говоря, и так далее. Вот. Но реформировать не получается, они это тоже видят. Ну, значит, и не нужно реформировать. Значит, не нужно искать признание у Европы, а нужно искать свой особый путь, народный дух. И, соответственно, нужно делать так, чтобы народу было хорошо, такому, как он есть. То есть, просвещение, да, наверное, но не такое, как у Европы. Вообще нужно во всем искать свой путь. Вот что очень важно, что уже здесь, уже в XIX веке, как и сегодня, вот этот самый туземец, крестьянин, нейтив, автохтонное население, они оказываются ключевой фигурой. Западники, по мере того, как рушатся их надежды раз за разом, они этого туземца все больше и больше ненавидят. Они считают, что именно в туземце, вот в этом духе российском, в ментальности, как хотите, кроется причина всех бед, всех провалов. Естественно, в это время никто не может еще видеть, нет просто инструментария для того, чтобы увидеть, как работает на самом деле экономика, какой уклад общества и так далее. Вот. Славянофилы, естественно, строят вокруг туземца все свое учение, то есть оно не имеет смысла без туземца. А империя видит свою главную задачу в том, чтобы держать туземца в устье. То есть, опять-таки, его присутствие абсолютно ключевой момент, потому что без туземца вроде как империи делать лично, по крайней мере, в таком виде, как она есть. И вот тут вот интересный момент возникает, который, на мой взгляд, совершенно не отрефиксирован в существующей литературе. Я это в книжке пытаюсь делать, но тоже, ну как бы, на самом деле только в последней главе, и на эту тему я как раз сейчас хочу что-нибудь написать. Момент интересный, вот как он, что уже в XIX веке происходит разделение, или даже оно в каком-то смысле неизбежное это разделение изначально уже, между реально существующим крестьянином и туземцем, как его видят образованные элиты. Потому что образованные элиты, опять-таки, это элиты европейские. То есть они, туземца, конструируют для себя через этнографию, через фольклор, через совершенно западнические практики вот такого культурного освоения периферии. Есть братья Грима, есть Афанасии. Вот примерно такое мощное влияние европейского ориентализма и романтизма, романтической философии, которая смотрит внутрь на эту самую периферию, ищет на этой периферии народный дух, ищет какую-то подлинную духовность. В общем, в разных странах это называется по-разному. Но по большому счету ищут, собственно говоря, некое настоящее народное бытие, которое не испорчено городской жизнью и прочими всякими минусами цивилизации. И, соответственно, возникает вот эта устойчивая модель российской самоориентализации, когда западники хотят изжить внутренний восток, хотят от него избавиться. Славянофилы его ставят в центр на злое Европе. Ну а правительство между этими двумя позициями колеблется, и с разной степенью успеха пытается этим всем управлять. При этом сам народ безмолвствует, естественно. Народ – это чистый субалтерн, который не говорит в соответствии с изначальной формулировкой, не говорит, потому что неграмотен, главным образом. Но если ты грамотен, то ты уже не народ. Но в любом случае сам народ не участвует в этом, кроме пунктов. Дальше правительство мечется немножко. Мы видим эволюцию от охранительного режима Николая через Крымскую войну к реформам, затем к контрреформам. И в конечном итоге идет национализация, русификация, попытки построить в России национальное государство на базе великорусской нации. Ну и в конечном итоге это приводит, как мы знаем, к рафу Ирии. Но это, в общем, не самая интересная часть истории. Она как раз хорошо описана. Дальше мы имеем дело с советской модернизацией, которая тоже очень важный этап у всей этой истории. Потому что это, конечно, очень суперинтересный период, конечно, вообще в мировой истории, я бы так сказал. Благодаря своим парадоксам. Потому что здесь мы видим огромный рывок создания современного общества, которое имеет универсальное образование, медицину и так далее. При этом после краткого периода эмансипации мы имеем возврат к хранительному режиму. И эмансипация тоже такая, ну, спорная. Сочетание интернационализма и национализма, причем национализма в двух формах. С одной стороны, у нас русский национализм такой кондовый, с другой стороны, у нас все-таки affirmative action empire, переопозитивное действие. То есть, изначально есть политика коренизации, которая не исчезает до конца. Потому что остается все равно вот это наследие, союз нерушимый республик свободный, свободных, автономии, закрепленное в территориальном делении, административном делении, многонациональность или многокультурность, как угодно. И в то же время от ренты уйти не удается, потому что модернизация советская, она все равно обмен зерна на технологии, по большому счету, особенно в сталинский период. А затем, естественно, нефтяные технологии. Прорывы в технологиях были, но цена их была в том, что в плане институтов, в плане практик управления, это вело к еще большему разрыву с Европой. Но очень важно, каковы итоги советского периода. Во-первых, туземец исчезает как социальная категория. Неравенство, конечно, сохраняется, но оно уже имеет просто классовый характер, стандартный достаточно. И в этом смысле, конечно, решающую роль играет всеобщее образование, стандартное абсолютно, и средства массовой информации. 20-й век, это телевидение в первую очередь. Но туземец сохраняется как дискурсивный конструктор, естественно. И второй момент, очень интересный, на котором я не смогу более подробно остановиться, но, на мой взгляд, он создает как раз вот эту интересную такую рефракцию в современном дискурсе идентичности. То есть, это появление еще одного исторического другого. То есть, когда Советский Союз рухнул, он остался как точка отсчета. И в результате у нас вот все вот эти вот западнические и особенно консервативно-националистические дискурсы, они постоянно мечутся между разной ориентацией. То есть, с одной стороны, вроде бы, у них есть имперская история, с другой стороны, советская история, и советская история во всей ее противоречивости, и поэтому они никак не могут определиться, чего же они хотят. То ли Россия для русских, то ли у нас, соответственно, империю восстанавливаем, Юразийский Союз строим, и, соответственно, тогда получается, что Центральная Азия вроде как тоже мы. Ну, это усложняет дискурсивную картину, но, в целом, идентификация с Советским Союзом, конечно, характерна для хранительной позиции, как я уже сказал. Ну вот, и так мы приходим к современной картине, где западники, они, конечно, удивительны в своей последовательности, они продолжают призывать идти на Запад, как считается западникам. Здесь можно вспомнить Кадаковского своего статьи «Go West», и они продолжают ненавидеть туземца. Здесь, конечно, совершенно уникальный пример – это недавняя статья Дениса Драгунского в газете «Ру», где он пишет буквально следующее, цитирует «Крестьянские войны – это массовый народный протест против модернизации, против городской, индивидуалистичной, при этом интернационализированной, открытой культуры. Эксплуатация крестьянства давно закончилась, а ненависть к деревне в городу осталась. Эта ненависть переехала из деревни в город и заразила многих потомственных горожан. Далее он пишет «Речь не о крестьянах как личностях, а о сутулом и душном деревенском миросозерцании». Конец цитаты. То есть, крестьян как туземцев вроде бы уже и нет, как группы, как такого особого слоя. Но осталось некое миросозерцание по существу антиевропейское. И в значительной степени как раз западническая позиция, она и сводится к подобного рода причитаниям. То есть, мы видим грязь в подъездах, хамство на дорогах, кругом коррупция, вообще пора валить. Но во всем виноваты, конечно, крестьяне, во всем виновата вот эта вот чернь, которая повсюду и которая нам мешает жить. С другой стороны, у нас есть националисты или патриоты, или как угодно их назовите, которые считают, что Россия не Европа. Но, как мы знаем, еще со времен Гегеля, отрицание никогда не бывает чистым. То есть, отрицание — такая парадоксальная, логическая операция, которая, отрицая что-то, в то же время утверждает его существование. Нельзя отрицать то, чего нет совсем. Поэтому, естественно, на самом деле все меры, которые принимаются на современном этапе, они направлены просто на утверждение независимости от Европы. Традиционные ценности формулируются, когда есть попытки сформулировать их позитивно, но это, извините, но шнура можно процитировать, мы за все хорошие, дальше цитировать не буду. То есть, по сути, это такая игра с пустыми означающими, которые никак не удается наполнить. И, как писал Борис Капустин, еще в 1996 году, во всем этом столь же много вечной и универсальной мудрости, как в известной констатации того, что быть умным, здоровым и богатым лучше, чем наоборот. Ну и, конечно, тут еще есть бесконечные ссылки на западные стандарты. То есть, принимаем какой-нибудь репрессивный закон и говорим, что такое есть в Штатах, в Израиле, или еще где-нибудь в приличной стране. Вот, правительство опять лавирует, причем, ну так, если посмотреть долгосрочную перспективу, то лавирует постоянно. Мы даже вот за период, ну, условно говоря, последнего президентства, то есть последние 16 лет, мы видим раннюю путинскую модернизацию, административные реформы, экономические реформы и так далее. Дальше мы имеем суверенную демократию, медицинскую речь. Потом у нас Медведев с модернизацией, потом у нас Духовные скрепы. И у меня такое чувство, что назревает очередной поворот почему-то такому, может быть, не совсем модернизационному, но во всяком случае к какому-то примирению с Западом. То, что было вчера, там, переговоры по Сирии очередные. Как-то вот опять все начинает звучать немножко в другом тоне. Ну, может быть, я не прав, не знаю. Это пока так называется. Проблема, однако, с моей точки зрения в том, что это никуда не приведет. Даже если наступит очередное потепление отношений с Западом, очередная прозападная модернизация и так далее. Потому что, во-первых, это не решает ключевой проблемой. Колониальная, социальная, экономическая, дискурсивная структура остается. Рента остается. Низкое качество институтов остается. И с этим нельзя что-то сделать, просто в очередной раз взяв и попытавшись вести у себя швейцарские порядки. Пока что, честно говоря, единственный результат всех наших модернизаций, это то, что Facebook и ВКонтакте заменили нам кухни в значительной степени. Но обсуждается там то же самое, на этих кухнях. Кроме того, поскольку, судя по всему, радикальная реформа вот этой рентной системы не встанет на повестке дня в очередной раз, или если она не встанет, по крайней мере, то это не приведет к долговременному улучшению отношений с Западом. Потому что Россия все равно останется для Запада другой. Она не сможет включиться в Европу. Она будет принадлежать Европе по-прежнему, но не сможет в нее включиться. И эту инаковость будут терпеть только в одном случае, как ее терпели в 90-е годы, когда Россия была страной демократизирующейся. Пока транзит, можно с этим смириться. Как только стало понятно, что транзит закончился, все, значит, уже пора ругаться и разбираться. И Россию вытеснять всячески отовсюду. На самом деле и Запад, и Россия, конечно, устали от бесконечного транзита. И на Западе хотят видеть Россию нормальной страной по своим понятиям. Россия хочет признания. И то, и другое понятно, но, на мой взгляд, при сохранении существующей колониальной, по сути, системы, не выполнено. И самое главное, что вот эта вся ситуация, когда мы без конца говорим о том, Запад Россия или нет, Европа Россия или нет, как Россия выстраивает отношения с Западом. Это выхолощивает политику, потому что вместо того, чтобы обсуждать, что нужно делать в России для России, мы без конца говорим о том, мы без конца решаем вопрос о том, где Россия находится, в Европе или не в Европе, в Азии или не в Азии, в Евразии или еще где-то. В общем, вот эти бесконечные какие-то ярлыки, только об этом идут разговоры. И по-прежнему народ по-прежнему безмолвствуют, как в XIX веке. Вместо народа говорит колониальная элита, которая пока полностью коммунизировала народный здравый смысл. Но здесь есть тонкость одна, конечно. Когда я говорю народ, то здесь нужно понимать, что это не такая ситуация, как в XIX веке, когда был народ и была знак. Или там, по крайней мере, городские элитизированные слои. В России современной существует многомерное расслоение. С одной стороны, у нас вполне стандартная современная классовая структура общества. То есть неравенство, как я уже говорил, есть, но оно не такое, как было в XIX веке. Это не сословное неравенство. Там есть элементы сословности, но оно гораздо сложнее. Оно социально-экономическое сове. Дальше у нас есть самый интересный момент. Это то, что у нас есть чисто дискурсивное деление на бритых и бородатых. Вот у нас есть бритые, которые цивилизованные европейцы, и есть бородатые, которые настоящие россияне. И они друг друга постоянно ненавидят. И, собственно говоря, к этому сводится российская политика на 99,9%. На самом-то деле, конечно, все давно побрились. Но очень многие испытывают фантомные боли в этой бритой бороде. Им все кажется, что зря так избрили бы. Но обратно уже не приклеишь. Потому что уже все разбрили. И отсюда возникает и идеологическое деление, которое на самом деле крайне размыто. И общего здесь на самом деле больше, чем особенного. Несмотря на то, что идет страшная грязня временами, как сейчас. На самом деле, всех объединяет самоориентализация. Мы везде видим этого тузенца. Но как к нему относиться, каждый решает по-своему. Кто-то хочет его выдавить из себя по капли. Кто-то хочет держать в живых рукавицах. Ну, а кто-то хочет пасть ему в ноги и просить прощения за то, что все испортили. И в результате этого получается, что когда народ пытается говорить своим языком, выходит все равно тот же самый спор заповедников. Вот что с этим делать, я сказать в деталях не могу. Мне кажется, что общая концепция, общий смысл понятия. Нужна деколонизация. Но как ее произвести, это уже на данном этапе вопрос не ко мне. В любом случае, пока у меня нет ответа. Но очевидно, что нужна деколонизация интеллектуальной среды. Потому что без деколонизации интеллектуальной среды невозможно реформирование арендной системы, невозможно реформирование институтов и так далее. И тут, конечно, нужно понимать, что эта задача крайне сложная. И вот тут как раз сравнительный аспект, или сравнительный контекст, точнее говоря, он очень важен. Потому что мы должны четко понимать, что все до сих пор имевшие место попытки деколонизации или повторной деколонизации на полупериферии бывшего колониального мира все провалились. Они провалились в Турции, но там, собственно, не было настоящей деколонизации. И там была попытка как раз тоже туземца возвести на пьедестал. Они провалились по большей части в Латинской Америке. И не только у Чавеса, где был очень своеобразный такой режим, и остается до сих пор. Но и в более приличных странах, таких как Боливия и Эквадор. Потому что там закончилось все тем, что стали всячески продвигать местное автохтомное население. Вписали в Боливию, например, в Конституцию идею плюли национального государства. То есть, такое вот позитивное действие попытались конституировать. Но получилось тоже плохо, потому что, на самом деле, индейцы далеко не все хотят жить традиционным укладом. И исповедовать идеи, соответственно, Буэн и Сумакамани, Сумакаваса и так далее. Витяен хватался все-таки от своих соавторов. На самом деле, общество-то тоже современное в очень большой степени. То есть, много людей, у которых большинство людей, на самом деле, обычные современные потребности. Чтобы ребенок ходил в хорошую школу, чтобы было где жить, чтобы была работа, чтобы была нормальная какая-то среда. А их заталкивают в это автохтонное знание и заставляют не переодеваться, наверное, но, по крайней мере, изображать, что они уже знают что-то такое о мире, чего мы, европейцы, никогда не узнаем. И это тоже многим не нравится. И в результате, конечно, и Моралес потерял популярность уже в очень большой степени. И, кстати говоря, недавнее событие с Великой Моралес как раз это очень хорошо показалось. Вот, так что, и, кстати говоря, проваливается, судя по всему, попытка по Демос в Испании выдвинуть что-то такое. То есть, надо понимать, что это очень сложная задача. И вообще неизвестно, осуществима ли она. Но в любом случае она должна... То есть, приоритетная форма, которую должна принимать политика в такой ситуации, это политика снизу вверх. Потому что сверху вниз, если интеллектуалы будут в очередной раз навязывать свои идеи, то получится опять же все тот же спор. Здесь нужна какая-то попытка сформулировать новую повестку дня, исходя из реальных потребностей людей. Но в какой форме, как это делать, это уже вопрос не ко мне, а тем, кто знает, как работает практическая политика. Вот я здесь остановлюсь. Большое спасибо за внимание и буду радливому вопросу. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос следующий. Мне кажется ли вам, что вы не вполне последовательны в своем конструктивизме? И вот в каком моменте вы говорите о том, что в 16-17 веке было действительно разделение европизированной элиты и народа, но потом с начала советского проекта народ или туземец как социальный тип исчезает и остается только дискурсивная информация. И кажется ли вам, что если вы вообще используете и подходите к этому термину как к дискурсивной информации, то некорректно говорить, что туземец когда-либо вообще существовал? Наверное, в каком-то смысле вы правы, хотя на самом деле, как я сказал в начале, я-то как раз стараюсь избегать вот таких, такого замыкания в определенной парадигме. То есть я не считаю себя чистым конструктивистом, по крайней мере, сейчас уже, или там постструктуралистом. Хотя, с другой стороны, это такой философский разговор, конечно, что такое постструктурализм и как он соотносится с материализмом. Но, во всяком случае, я себя считаю материалистом, скажем так, достаточно радикальным. И поэтому я считаю, что как раз структуры, которые принято называть материальными, имеет очень большое значение для политики и для дискурса, потому что, понимаете, можно к этому подойти с другой стороны. Если мы считаем, что вся социальная среда и все социальные иерархии, социальные институты в конечном счете дискурсивны, то тут нет противоречия тогда. Тогда у нас дискурс, дискурсивно конструируемая реальность, но у этой реальности она ведь не эфемерна. Волюнтаризм-то здесь ни в коем случае не подразумевается. То есть есть структуры, которые имеют очень большую инерцию, чудовищную инерцию. И вот эта инерция – это то, что мы чувствуем на своей шкуре в России. Эта инерция – это как раз то, что и продлевает существование этих институтов. И в каком-то смысле даже когда исчезает уже социальная среда, которая питала изначально этот дискурс, сам дискурс сохраняется. Но он сохраняется не сам по себе все равно, а потому что в очень большой степени… Хорошо, исчезла социальная среда, но другие предпосылки остались. Осталась исключенность из Европы, осталась европейзация, остались амбиции, остались ресурсы. Россия все равно большая сильная страна, как мы и видим, в современной международной политике. То есть вроде все есть, а чего-то не хватает. Из этого все и вся катавасия выходит. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, лежит ли процесс деколонизации через открытое признание себя колонией и возможно ли представить этот процесс в положительном свете? Спасибо. Ну вот я думаю как раз над этим. Знаете, я думаю, что может быть это и не такая плохая идея, потому что… Мне кажется, что это может найти понимание в массах. Потому что массы у нас приучены к тому, что нас Запад обижает, и если массам сказать, что мы колония, массы, может быть, и поверят. Но стоит ли это говорить, я не знаю. Понимаете, я честно признаю, что в данном случае это все равно вопрос проб и ошибок. Но мне кажется, что этот вариант не исключен. Только тут, естественно, есть опасность скатиться в очередной раз в такое радикальное антизападничество. Этого нужно избегать любой ценой. Когда я говорю о деколонизации, я говорю не о пустом слогане, я говорю о том, что должно быть какое-то наполнение этого. И в первую очередь попытка уйти от этого бесконечного, бесконечной самоориентализации, которой мы постоянно занимаемся. И мы ничем другим, кроме этого, не понимаете. Понимаете, в этом наша проблема. Вот у меня вопрос в связи с тем, что вы обозначили какую-то граммшианскую перспективу ваших исследований. Это последняя задача, которую вы сформулировали о деколонизации интеллектуала. Насколько она, опять-таки, через граммши, может быть, осмыслена как программа создания, возникновения того, кого он называл органическим интеллектуалом. Да, или, как, так сказать, проблему Жозефа де Местер, сформулировал в начале 19 века образованного Пугачёва, который становится главной угрозой существующему порядку, этому существующему разделению на верхние низы. Да, безусловно. Но, понимаете, у граммши там же очень хитрая история. Граммши же очень противоречивый автор. И тот факт, что он никогда... То есть, свои наиболее зрелые работы он никогда не довел до публикации, до, собственно, идеального всего хотя бы точки зрения жизни состояния. Это тоже сказывается. То есть, у него там есть определенная непоследовательность. Он начинает социологически. То есть, он говорит, что органический интеллектуал – это, собственно говоря, тот, кто... Ну, условно говоря, да, вот образованный Пугачёв или образованный рабочий. Но дальше-то он от этого отходит. Дальше он говорит, что на самом деле кто угодно может быть органическим интеллектуалом, поскольку идеология, которую они предлагают, соответствует уровню развития производительных сил и является прогрессивной с точки зрения настоящего уровня развития общества. То есть, в этом смысле он остается таким классическим марксистом. Но если мы убираем отсюда такой грубый материализм, вот эту идею, что есть развитие производительных сил, и настройка должна отражать базис более или менее, то путь, по которому Грамши начинает идти, но не доходит до конца. То получается, что кто угодно может быть органическим интеллектуалом. Тут вопрос не в социальном происхождении, не в карьере, не в том, где человек вырос и как он близко знаком с народом, а в его способности сформулировать нечто, что составляет, собственно говоря, национальную задачу на данном этапе. Национальную, опять-таки, не в плане ура-патриотизма, а в плане, что вот есть некая страна, в которой есть проблемы, у любой страны есть проблемы. Но очень часто страны свои проблемы, особенно периферийные страны, формулируют, глядя во вне, и под воздействием внешних факторов. Так вот, умение сформулировать проблемы страны, исходя из интересов ее народа, это как раз и есть главная характеристика органических интеллектуалов. То есть, в данном случае, вопрос не в том, чтобы взять какого-нибудь талантливого рабочего и его воспитать, в том, чтобы просто продолжать интеллектуальную работу. Спасибо за вашу лекцию. У меня вопрос по поводу западных некоторых дискурсов относительно России. Дело в том, что, мне кажется, среди некоторых левых интеллектуалов западных сложился такой взгляд, что Россия действительно является, или путь Путина, скажем так, является альтернативой неолиберализм у Запада и так далее. Как бы вы классифицировали этих людей? Откуда возникла эта позиция, и какие у нее вообще перспективы и последствия для дискурсов в России? Ну, здесь много разных причин. На самом деле, конечно, в общезападном контексте, вот такая позиция, это позиция контргегемоническая. Именно поэтому ее очень часто высказывают и правые, даже Трамп тот же самый, который вообще непонятно какой, но безусловно не левый. И, условно говоря, левый, я говорю условно, потому что, на мой взгляд, самой левой идеей, вот это вот представление о том, что придет Путин и всех нас спасет, она глубоко в чуждании. Потому что Путин, потому что это на самом деле сугубо консервативная позиция, что вот есть капитализм, который плох сам по себе. И дальше, соответственно, любой, кто бросает вызов капитализму, он хорош, уже потому что бросает вызов капитализму. Это не левая мысль, это мысль, на самом деле, ну, Гитлер бросал вызов капитализму в каком-то смысле. Вот, поэтому здесь, конечно, в значительной степени это просто идет от недовольства существующим порядком и от невозможности найти какую-то альтернативу. И вот кажется, что альтернатива появилась, и ее нужно как-то пропагандировать. Это проблема всех контргегемонических дискурсов, которые, точнее говоря, всех, просто всех контргегемонических дискурсов. Потому что они, по определению, зеркальны. То есть они пытаются противостоять гегемонии фронтально, говоря, что капитализм плох, значит, хорош социализм. Любая бинарная оппозиция, она просто переворачивается с головы на ноги, или там с ног на голову, в общем, неважно, как угодно, да, upside down и так далее. Вот, и после этого заявляется, что все хорошо, мы нашли решение проблемы. На самом деле, решение проблемы нельзя найти путем чистого отрицания. Это такое же решение, которое нашли наши консерваторы. На самом деле, это никакое не решение. Это тот же самый рецентрический подход. Решение проблемы возможно только путем выхода за пределы гегемонического порядка. То есть, опять-таки, здесь можно через того же Прозорова и Бадью пытаться как-то искать варианты, когда мы вычитаем, как мы считаем, из этого порядка, мы больше в нем не участвуем. Но, опять-таки, здесь легко скатиться к консенсионизму, если мы говорим о России. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Понятно, почему происходит такое восхищение современной российской политикой. Не очень понятно, что с этим делать. И нужно ли что-то делать, или это само правильно. Спасибо большое, прежде всего, не только за лекцию, за конструктивную, наверное, первую конструктивную концепцию, которую я услышала. Именно должна быть поставлена процессу бесконечной реализации и так далее. Но именно по этой причине хочется узнать, вы тот народ, который безмолвствует. Вы видите, какие-то динамички в сфере той стороны, практически политики, которые... Пока, говорят, не важно, чего начинать, но это единственная жизнеспособная идея, почему нет, снизу, сверху. То есть вы продолжаете или ограничиваете свои размышления? Философски. На этот вопрос просто ответить. Политическим активистом я не являюсь. Ну, очевидно, но, как бы, видите ли вы кто-то, кто бы разделил эту позицию, кто бы захотел, чтобы с этим не было. Ну, я вижу, но я не вижу никого из тех, кого можно было бы назвать, и вы бы сказали, да, я знаю этого человека. У меня есть какие-то личные контакты, мне кажется, что есть какие-то люди, которые интересны. Но я их не буду называть, во-первых, по понятным причинам всем политического характера. А во-вторых, потому что, ну, если я их назову, вам это ничего не скажет. И опять-таки, это мои личные контакты, да, это люди, с которыми я просто довелось столкнуться. Мне кажется, что, понимаете, вот что интересно, что в России, Россия ведь очень интересная страна, потому что, вот на данном этапе, потому что сохранилась относительно свободная интеллектуальная среда, где много чего происходит. Очень много чего, очень много интересного происходит. На самом деле, Россию очень плохо знают за ее пределами, вот современную Россию, потому что для большинства людей, живущих за пределами России, Россия – это Путин, это телевизор, и это вот демонстрации, либо за, либо против. А происходит здесь столько всего разного, всякого, и это очень плохо знают за рубежом, но и мы как-то недооценим это сами. Мы отваримся в этом северо-всего, мы потребляем это, и даже производим это, но мы пока не способны это переформатировать и сделать из этого что-то большее, чем просто процесс культурного производства и потребления. Мы просто не можем сделать что-то большее из этого, вместо того, как просто процесс культурного потребления. Спасибо за лекцию. Я бы хотела спросить, насколько в современном политическом дискурсе воспроизводится... Мой ответ будет непоследовательным, или, скажем так, внутренне противоречивым, потому что я скажу две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, я считаю, что наше общество в очень большой степени, в решающей степени сформировалось в Советском Союзе. Мы все выходцы из СССР, это не я первый придумал, многие это говорят, но просто если посмотреть на то, как работает наше общество, как работает наша интеллектуальная среда, что мы читали, что мы смотрели, какие у нас слова, выражения, цитаты и так далее, это все советский период. Даже до революционную культуру мы воспринимаем больше частью через призму советского наследия, через тот же школьный учебник, через фильмы, через книги, через... Это массовую культуру, которая появилась, собственно говоря, в Советском Союзе. Я не буду говорить такие наивные вещи, что в советской системе и в советской модернизации было много хорошего. Ну, это как бы наивно. Ну, нам не уйти от этого все равно и говорить о том, что вот эта специфически советская форма, ну да, она специфически советская, но, тем не менее, она прошла уже через какую-то призму постсоветской трансформации. Кстати говоря, все-таки очень важно еще, то, о чем я сказал, но по понятным причинам не стал подробно это обсуждать, это то, что все-таки Советский Союз для нас с вами это уже исторический другой. И очень многие вещи, которые мы обсуждаем, мы обсуждаем не только через призму отношений с Западом, но и через призму соотношения этого с советским прошлым. Советское прошлое, опять-таки, противоречиво, каждый его воспринимает по-своему. Кому-то оно дорогое, кому-то оно дорогое, может быть, только как в какой-то частной сфере, как элементы своего собственного прошлого, дорого там. Для кого-то оно дорого целиком или почти целиком. Но этот другой, он тоже влияет на наше восприятие вещей. И, безусловно, мне кажется, что вот это даже более значимо, чем какие-то конкретные элементы, которые наследуют с советской эпохи. Потому что любое общество наследует предыдущую информацию. Никогда, даже революции никогда не разрушают полностью старый режим. Все равно восстанавливается. Революции не могут разрушить старый режим. Спасибо большое за ваши вопросы. Вячеслав, спасибо большое за реакцию. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...